Пока мы с вами проявляем дипломатию, проблема все больше уходит в лес. Так оценила ситуация в лесной промышленности округа полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Накануне в Слободском прошло большое совещание с участием надзорных служб и представителей предприятий ЛПК. С места событий репортаж Кирилла Солятина. Своё знакомство с лесной промышленностью Кировской области Михаил Бабич начал с экскурсии по Красному Якорю. На сегодняшний день это одно из ведущих деревоперерабатывающих предприятий в регионе. На Красном Якоре трудится более тысячи работников. Продукция комбината востребована в 35 странах, в том числе США, Германия, Италия и Египет. Около 90% продукции отгружается за рубеж. После ознакомления с основными этапами производства Михаил Бабич и Никита Белых перешли в зал заседаний, где состоялось совещание по повышению эффективности лесного комплекса в Кировской области. Я надеюсь, что в рамках нашего сегодняшнего совещания мы сможем выработать дорожную карту, то есть по тем основным направлениям, по которым нужны решения как на региональном, так и на федеральном. В зале совещаний вместе с полпредом президента, губернаторами и руководителями предприятий ЛПК присутствовали также прокурор области, глава ОВД и представители лесного надзора. Лесная промышленность – одна из самых криминализованных. Прежде всего, специалисты отмечают высокую долю бизнесменов-теневиков на рынке древесины, а значит, отсутствие здоровой конкуренции, а в итоге – убытки для областного бюджета. Поэтому задача нашего совещания, и такое совещание будет проведено не одно, мы проведем его во многих регионах округа, для того, чтобы выявить общие тенденции, систематизировать их и создать алгоритмы работы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур. Там не нужно поменять нормативную правую базу, будем менять нормативную правую базу. Там не нужно усилить административный режим, будет усилился административный режим. Там не нужны особые экономические стимулы и преференции, соответственно, будем создавать для этого необходимые условия. В части лесозаготовок большое количество предпринимателей действительно работает в такой серой сфере, как мы говорим. То есть это речь идет не, мы сегодня говорили, что есть там черные лесорубы, а вообще там не зарпланы. А есть те, кто с одной стороны легально числится арендаторами, но не платят соответствующие налоги, то есть ведут такой сильно оптимизированный по затратам бизнес, который добросовестным предпринимателям, которые работают в полностью легальной сфере, делают их неконкурентоспособными. На сегодняшний день даже с общими для всех регионов проблемами Кировская область сохраняет за собой место самого лесного региона в Приволжье. На территории области находится 20% всего лесного фонда ПФО. Это делает проблему сохранения и повышения эффективности лесного комплекса в нашем регионе еще более актуальной. Возможно, первые мероприятия, обозначенные на прошедшем совещании в этом направлении, будут реализованы уже в следующем году. Кирилл Сосолядин, Денис Тружков, Вести, Кировская область.